Каждая пятая школа плохо учит. В интервью издания «Комсомольской правды» заявил министр образования и науки Дмитрий Ливанов. В планах помогать отстающим школам. Но вот только чем, как и когда, этими вопросами задались и наши корреспонденты. К слабостям школы относят ряд факторов. Это и учебные результаты, количество смен в учебном заведении, а также слабый контингент детей и плохая материальная база. Цитата из интервью. По подсчетам Минобороннауки, около 10 тысяч школ в России требуют очень серьезного улучшения в работе. Причины, по мнению министра Дмитрия Ливанова, недоработки в системе образования. Министр пообещал, что в каждом регионе будут разработаны специальные программы поддержки слабых школ. У нас есть такие школы, мониторинг мы проводили. Это есть и сельские школы, это есть и городские школы. Назвать, какие именно школы у нас все-таки отстают в системе образования, нам не решились. Нина Гордеева, видимо, сочла это некорректным. Хотя в городе разница и в уровне образования, и в техническом оснащении школ налицо. Заместитель министра образования области Галина Сафонова отмечает, что у всех школ есть минусы и есть плюсы. В некоторых учебных заведениях, например, могут быть слабые показатели оценок, а в других школах низкий уровень дисциплины. В Ташлинской школе, где я была на уроке, я у них спросила, а ходили ли эти дети в детский сад. И выяснилось, что вот семь человек в классе, в детский сад там ходили только пять. Вот вам проблема, да, что они пришли родителям некогда, не все родители могут, ну что скрывать, подготовить своего ребенка к школе. В Беляевском районе была я в первом классе, тоже где-то семь человек в классе. Но там дети другой национальности, то есть дети, которые не ходили в детский сад, дети, которые практически не знали русского языка. Будут ли в области закрываться слабые малокомплектные школы? Этот вопрос Оренбуржцев волновал сегодня больше всего в ходе прямой линии замминистра областного образования. Ее ответ был отрицательный. Наталья Голикова, Сергей Завалишин, Орен ТВ.